Мы видим, что Никита, тебя послушали Team Spirit и забирают Skyros Mage Ой, очень приятно, очень приятно Посмотрим, как еще Spirit сыграет с этим Skyros Mage Забанили Варлока, то есть отрезают Spirit и пути Envy для пика Спектры Без Варлока Спектру брать очень не хочется, потому что велика вероятность проиграть Лайн Тем более такой парушки, как Axe, Sky Mag Ну, что-то Фнатики должны были подготовить, кроме Спектра на этот турнир, это очевидно Ну, например, вчера это был Morph С Виспом, правда, а Виспания в этот раз сами забанили В играх против ВП Envy играл на Гирокоптере Ну, там тоже игра не зашла В общем, сейчас нужна защита какая-то У Бэйна есть Nightmare, но это слабый подсейв ДК пока что Набирают жир Мы решили жирными героями попробовать повоевать Окей Да, только неясно пока, куда эта ДК пойдет На нем либо Аббат, либо Юниверс играет, мне кажется Я думаю, что для Аббата Ну, посмотрим, посмотрим, да Здесь действительно Чтобы понять, куда кто идет Мы Должны увидеть весь пик И в том числе пик тем спирит Интересный такой Axe, конечно, у Фобоса Вот этот вот супер жирный Axe Возможно, и неплохо он отрабатывал Но все-таки не хватило какой-то агрессии И Axe, конечно, впитывал Но толку в этом было немного Когда били его команду Чен По-прежнему То есть Получается, что Скайверс Мейдж будет в топе, возможно, даже стоять Ну, возможно А Axe, Чен от линии в боте Ну, видишь, как Если нет спектра с варлоком То, в принципе, линии Axe плюс Чен можно легко задавить Как бы вот варлока со спектрой давить очень сложно Потому что ты вроде бы харасишь И вроде бы давишь И выбиваешь реген Но там летят шедоуорды Потом варлок восстанавливает себе ману Кидает еще шедоуорды И в конце концов согнать спектру слайна просто не получается А если в спектре не будет такого героя, который там дисперсии урон поглощает Которого еще хилит потом варлок Варлока тоже как бы здесь не будет То какого-нибудь там, я не знаю, герокоптера Тоже агрессивного героя попытаться убить можно Или там Разора Первое, что приходит в голову, когда ты видишь Axe у себя на линии Тебе хочется взять какого-нибудь Разора или герокоптера Потому что это герой рейнджовый Герой с большим количеством урона Крайне агрессивный И могут прогнать Axe Но если там будет Чен или SkyMag, то это будет не так просто сделать Ладно, смотрим дальше Минута остается у Фнатиков для того, чтобы решить Какого героя взять на очередной пик во второй стадии драфта У них еще закрывающий пик Да, второй раз подряд, между прочим Ласпик у Фнатик Как-то довольно странно получается Там я не обратил внимания в лобби монетку В очередной раз бросали Или проигравшая команда выбирала Появляется Doom Становится ясно, кто будет Занимать Ну короче, здесь смена Просто смена Шадоу демона на Скайрос Мейджа В исполнении команды Ну фактически Фактически да Фактически да Но только тут чуть поприятней В этот раз Лайнап для Сларка С точки зрения саппортов, как мне кажется И Хардера Doom Ну тоже неприятно От Doom'а можно спрятаться Если ты получил Doom где-то в лесу Ты забегаешь в область, где тебя не видно И даже под Doom'ом ты регенишься и быстро бегаешь Очень часто так Сларк может спастись От Ганка Ну и плюс против Бэйна Это довольно неплохой персонаж Бэйн вешает на тебя инфибл Но под этим инфиблом ты бьешь и воруешь статы И бить ты конечно намного сильнее не станешь Под этим инфиблом Но зато когда этот инфибл спадет У тебя будет настолько много статов наворовано Вот что ты уже будешь очень такие увесистые тычки отвешивать Ну и плюс от Финс Гриппа тебя спасает Дарк Пакт От Найтмара тебя спасает Дарк Пакт Ну и Бэйн он Если будет виден Сларку То он его вообще никак как бы подцепить не может Своими ультимейтами Так как ты из кустов, можно выйти его схватить Но так в целом Сларк хорошо работает против Бэйна Так у нас тут баны минус Шедоуфинт от Фнатик Все-таки не хотят чтобы Шедоуфинт против Дракона стоял Ну и здесь нужно какой-то бан сделать на кэрри позит Ну не знаю, может Воида какого-то убрать Потому что Воид это самая такая очевидная прямая контракт с Ларку Воид Воид, да, он самый Но тогда будет немножко, может, как-то не хватать уронов Натиком То есть у них и кэрри, и мидер Ну каким-то хорошим берстом не обладают Но зато это прямая контракт с Ларку Да и вроде против Скайверс Мейджа не так плохо работает В Скайверс Мейджа 4 активных скилла, если он их все сбросит Тайм-дилейшном его можно очень сильно замедлить Пока посмотрим на бан Тим Спирит Герои для года остаются Я думаю, что они уже примерно представляют Что поставят против Драгон Найта Банша в бане, так бы, можно было ее забрать Очень приятный персонаж Ну что еще против ДК Вайпер Смотрится Тимбер может быть какой-то еще Ну против Если конкретно стоит задача ДК убить То можно взять Тимбер Лучший герой, чем Тимбер Сложно против Драгон Найта придумать Можно взять ОД Кстати, ОД по игре будет очень хорош Против ДК Против Бэйна тоже Вот Дум ему немножко мешает Своим ультимейтам Но этот вопрос тоже можно решить Если нападать грамотно И если Чен будет вовремя ТПшить ОД на базу под Думом Потом он будет возвращаться И всех убивать Такое тоже может произойти Команда Спирит Не смогла определить Героя, которого они хотят забанить И забанили Лансера в итоге Хотя и забрали Пугну Вот как раз еще один персонаж Против ДК хороший Вариант неплохой против ДК Героя с бёрст уроном Как раз для пуш-стратегии Хорошо будет заходить То есть Кол Эншот Сил Декрипифай И туда ультимейтская мага Мне кажется, там даже трупа не должно остаться Он просто должен Испепеляться, знаешь Настолько Настолько высокий урон В некоторых играх просто есть такая механика Когда Что-то Ну какая-то моделька получает очень много урона Она там по-разному умирает То есть Например, в Скайриме каком-то Там Можно так сильно ударить Что Там моделька отлетит Ну это особенность движка Но если говорить конкретно о механике игры То там можно Знаешь, чтобы испепеляло Там, допустим Когда Магическое сопротивление снижается настолько И так много дэмэджа влетает То Можно было бы что-то придумать Тут вайпер залетает ласт пиком То есть То есть Это вайпер на сейфлейне Против Акса и Скайверсмейджа Или Акса и Чена Все-таки Биллер будет душить на скаймаге у нас На второй карте Да Уважаемые аналитики Юные из чата Дело в том, что Спамфильтр Не пропускает слово Петух Пишите через И Че уж там Ну, если Пока Зрители Наши зрители Канала Дота 2.рухаб Настолько грамотные Что они не могут себе позволить Я буду одобрять вручную У меня есть Такая возможность Вручную разрешать Комментарии Но если там будет написано Ты, петух Я не буду такое Разрешать Так что давайте Там это Фильтруйте Спасибо, спасибо Фильтруйте базар Немного Ну что Вайпер Ну вообще Вайпер это интересно Да Такое решение Которое принято Потому что Спирит Набрали очень сильный Лайн В бот И как-то нужно было На него ответить В общем-то Не придумал ничего Кроме как взять Вайпера Ну это, наверное, правильно Диджей начинает С того, что С помощью подкопа Выкатывается Выкапывается С фонтана Чтоб быстрее добежать Да И увидеть Кто куда вард ставить Да Это важно Герои у Спирит медленные Относительно Здесь Пока что Ждем 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 конца игры Ждем конца игры Ждем конца игры Жабка Пепе Которая такая Лежит там В ожидании И у нее течет Слеза В ожидании В ожидании Победы Команда Фнатик Да, конечно Хотелось бы Чтоб спириты прошли Очень хотелось бы Но это игра на вылет Я так понимаю Ну Для спиритов Уже да Прям совсем Совсем на вылет Да, ну и фобус Тут соответственно У нас уже не Контр Хелик Скачает А Бэтл Хангер Потому что Стоять ему приходится Против Ранжевика В боте действительно Будет непросто Против Вайпера Сент Кинга Вайпер Прохарасить Не получится Возможно Поэтому и принято решение Отправить Бивера на Скаймаге В топ Ну то есть Он там своими голубями Будет больше Проблем доставлять Универсу И по Лайдаю Чем тому же самому Вайперу Который рано или поздно Коррозив Скин вкачает Которому будет Вообще начихать на это Купит себе регена Просто побольше Купит себе Худов Дефайенс Тоже на первые деньги И будет отлично Стоять на этом лане Ну а задача Спирит в боте Сейчас просто Прожигать саппорта Фнатик здесь Диджи Чтобы он Ну когда начнут Харасить вайпер Чтобы он не мог Чем-то ответить То есть в первую очередь Нужно саппорта сжигать Чтоб он тратил реген А то потом уже С кэрри разбираться То что если ты повесишь Бэтлхангер на кэрри То он задинает Какого-нибудь крипа И урона никакого Практически не получит Ну а год в миде Начинает уже борзеть Кидает декрип Кидает Бласты Мешает аббду фармить Ну пока не сильно Ну вообще аббд Если он отстоит тоже Неплохо Как в прошлой игре Скажем так То это будет Хорошее подспорье В целом Для команды фнатик У них такой очень Плотный пик В мидгейме В этот раз В отличие от того Что они набрали В прошлой игре Так Тем временем Элидан Что-то там Много себе позволяет Пожалуй даже Через чур Да Дум-то здесь С инфернал блейдем Не будет прощать его Бьет фласку Если Пайлайдайса Бьет ее Будет очень плохо А он сбивает Пожадничала Элидан Захотел добить Этого крипа Бивер там Пульнул по-царски В скобочках нет Ну ладно Тут вроде Элидан Встречает крипов А нет Все равно Пайлайдай Чуть курьера не забрал Хорошо что Бивер смог Подблочить Хоть как-то Не знаю Вот Торопятся порой Некоторые саппорты Пулу совершать То есть На минуте 52 Энви Энви Можно забрать Энви Размансывал Использует фласку Слушай Так и должны Должны все-таки Поджечь его И Пошел первый скил От Чена В другой стороне Вааа да В другой стороне Но А типнуть Кто-нибудь Может Типнуть Энви Жалко мы не можем Сларку убить Сларка можно типнуть В размен на Бэйна Правда Но все равно Кэрри у нас Пока что терпит Да Я сейчас вот еще раз Для себя осознал И закрепил в голове Что на Чене у нас Играет все-таки ФНГ А Бивер на Скайрос Мейджа Потому что Бивер обычно Исполнял у Спиритов Но здесь они решили Почему-то свапнуться Возможно 0.7 на Чене Это было критическое Для Артема И он сказал Ну ты конечно В Дании Так будешь Играть на Чене А здесь Давай-ка Соберись Дай-ка Папаша покажет Да Значение Сейчас я тебе покажу А дальше будем Понакатанной Ну а если нет То в принципе Дома потренируемся Там к Супер Мажору Поготовимся Да интересно Как успели сделать визы Тим Спирит Это вопрос Который остается загадкой И молчали до последнего Не было ни слуху Ни духу Ну понятно Менеджмент постарался На славу Им организаторы Скорее всего Попросили не говорить Пока они не анонсируют А то как-то некрасиво Было бы Все-таки организаторы Должны такой информации Распространять такую информацию Прежде всего Так Нападение на Энви В очередной раз Замедление Очень неплохо душит здесь ФНГ Диджей ничем не может помочь Энви Ну просто дежавю Тот же самый маршрут Он уже никуда не уходит Да Его забирает Своим крипом ФНГ Артем Очень хороший начал Слушай У нас тут Вырисовывается Вырисовывается Заявочка на 2-1 У Спирит Все отлично С точки зрения драфта То что Мы там шутили Про комнату Ожидание конца игры Это все шутки Конечно же Нет Это не шутки Просто мы ждем ее В другую сторону Мы ждем комнату ожидания Победы Тим Спирит И третьей карты Ну да Да Но если серьезно Конечно смотреть То Вот именно с точки зрения Драфта То у Спирит Все более чем хорошо Вообще комбинация Акс плюс Скаймаг Она работает практически При любых обстоятельствах Даже если ты не очень хорошо На линии отстоял Блинк плюс Ульт Скаймага Это фактически Там стопроцентная смерть Для любого героя Ну для Относительно нежирного Скажем так Для какого-нибудь там Бэйна или Сент Кинга Это сразу моментальная смерть Для какого-нибудь Жирдяя типа Вайпера Ну тут нужно будет Что-то сверху докинуть Вообще если Эншин Силд Четвертого уровня Повесить И Декрепифай четвертого уровня То это получается 105 процентов Снижения магического Сопротивления То есть фактически Это ДД По целям Магии Что как бы больно Потому что магию Спирит очень много А там кстати Еще учено Ведь есть правильно Учено еще Бонус дэмэдж 36 процентов Жесть Я бы хотел бы Посмотреть чем Закончится Такой прокаст 2-2 По балминеру Ну я думаю Что мы еще увидим Пока Очень хорошее Начало от года На центральной линии 30 на 12 Против 21 на 0 Акс 21 на 8 Идет Также неплохо Ну немножко Проседает Сларк Ну я думаю Что ему Дадут еще Пространство Да Должен он Дотерпеть Все таки У него уже Четвертый уровень Есть К нему сейчас Стягивается ФНГ Правда Юниверс уже Пятый Вот эта проблема Пытаются Юниверса забрать Тут 2 крипа Фаунд Закончится Нужно скинуть Сетку Сетка есть И шоквей А шоквей А шоквей Нет еще одного Как хорошо Подходит сюда Сенкинг Очень вовремя ФНГ Может погибнуть ФНГ погибает Иллидан Нет 6 Не может быстро Отригениться А дум отъедается Флаской И пошел в атаку Сатир Залип У него нет маны Главное Этого сатира Не отдать Сейчас Дума Потому что Если ты думаешь Этого сатира Иллидан Хочет забрать Диджей Диджей Да Собирается Дайте пройти Говорит Иллидан Крипам Но все-таки Выходит И сейчас Большую пачечку Крипов Зафармить Главное Чтобы ФНГ Не состя А его еще Я братишка Сейчас я буду фармить Нормально Тут Дум Вообще Ничего себе Я честно говоря Тоже не ожидал Что у Дума Уже есть 6 Как-то довольно быстро Нападение в миде на вайпера Вайпер Прям вовнет Он недавно тоже умирал Пока мы смотрели За противостоянием Сларка И Дума в топе Его умудрились Спирит как-то забрать Там год кажется Сделал фраг И снова вайпер У нас телепортируется На центр Где достается ему От скаймага И от пугны Конечно же В бот приходит Таба Таба от 7 уровня Он Уже не так сильно Страшится акса Да Можно было бы кстати Вайпера поставить Мид например Акса в бот Но пока у Дрэгон Найта Нет 6 уровня Ему против акса Тяжеловато было бы стоять А вот сейчас С формой Он может спокойненько Отгонять его При помощи Рейнджовой формы Да Там При помощи Едкого дыхания И терпеть Правда сейчас будет Попытка его забрать Есть Батлханга Рейнджен Сил Бам Просто лопнул Дрэгон Найт Вот это бам Сейчас мы посмотрим Сколько урона Залетело В сводке смерти 448 урона В некрологе В некрологе Да Именно Сларк отправляют На базу Диджей Без маны ФНГ успевает Отступить на шрайн Ну Так или иначе У Думы Очень большой Нетворс Вырисовывается Так что Забирает все-таки Крипа Переманивает Голема Бивер тем временем Забирает Энви У Энви Топ 2 С конца Нетворс Энви Ты на мажоре У Энви 0.5 Статистика Но на самом деле Энви Просто ничего не может Сделать на карте То есть Люди привыкли Рофлить С Джейки Но У него такой герой Который не способен На какие-то действия На карте сейчас И все что он может делать Это приходить на линию Стоять и впитывать Но он собственно Приходит и впитывает Правда Впитывает больше Чем ему Можно Скажем так Разрешено доктором Так Люди Которые привыкли Рофлить с Энви Сейчас самое время Возможно Больше на этом турнире Шанс уже не будет Самый простой способ Рофлить с Энви Сейчас это зайти В твиттер Где голосование За MVP Мажора И Ретвитнуть Что вы проголосовали За Джеки Мау Да Кстати говоря Не забывайте Лучший игрок Получит Мерседес Но правда Голосование Не только среди зрителей Но и среди Англоязычных талантов Они там все Подтасовывают То есть Ну в принципе Как Чуть не пошутил Все Молчу Да уж Давай там Это Поаккуратнее А то сейчас Сейчас за тебя Проголосуем В каком-нибудь Другом голосовании Так Пайлайдай Против Фобоса Ну Фобос опять Выбрал свой Тот самый билд Да Пайлайдай Не будет нажимать Ух ты Как умеет Акс Фобос через Билд Жирного парня Очень мощно Набирают Спириты Могу сказать Что Ченов НГ Гораздо Интереснее Смотрится По игре Возможно Из-за пика Конечно Ну здесь И сборочка Такая Орбов Веном Вот этот С помощью которого Удавалось Сделать фраги Сейчас Большое количество Големов Это потенциально 6 станов Если разваливаться Будут големы Да Если все Расконтролить Максимально грамотно Юниверс Уходят В четвером Наверное Здесь Лидан Кстати должен Дать инфу То что Вард Где-то здесь Находится Потому что Не работает У него Пассивка С ларку Нужно переместиться На Какую-то Другой Лайны Фармить Потому что Драться Он сейчас Не может А В топе Фармить Ему Не дадут То есть Бежать Либо лесочек Покачать Либо в центр Бежать А решил Все-таки Лесочек Покачать Пока что Пытается Спирит И догнать Соперника Стопа Ну С пугной Это можно Сделал У пугной Кстати Еще и Вейл Боже Мать Представь Себе Вейл Декрипи Фэншен Сил Первый Можно Можно Улететь С одного Блажка Или Если Ты Какой Нибудь Энви У Которого Нет Ничего Ну У Энви Хотя Бо Корозер Скин Есть И у Него Здоровье Как-то Побольше Чем У Бэйна У Бэйна Со Здоровьем Все Плохо У Пайлодай Тоже Все Довольно Грустно 500 Золото За 10 Минут Он И Связан С тем Что Варда Постоянно Покупает Скорее Сего У Денег Даже На Тапок Нет Ну Что Пора Пушить Пора Пушить Спиритом В топе Вышка Целенькая Здесь Есть Пугна С Четвертым Бластом Надо Закидывать Эту Вышку Бластами Тут Есть Еще И Катапульта Бэйн Покупает Книгу Апнет Себе Шестой Уровень Но Дать Ультимейт Хороший Бэйну Тяжело Здесь Слишком Много Неприятных Дизейблов Которые Все Это Будут Забивать Хотя Что Значит Много Эншин Сил Разве Что Но Зато Это Серьезный Скилл Который С достаточно Большого Расстояния Кидается И При Этом Не Проджект Тайл Просто Подошел Повесил Все Фобос Получает Наконец Блинг Дагер Решил В этот Раз Купить Пораньше И Забирает Да Совершенно Другое Дело Покупка Раннего Блинг Даггера Здесь Связано С Пиком Скаймага Потому Что Комбинацию Скаймаг Плюс Акция Много Проще Реализовывать Когда У Акция Есть Блинг То есть Это Агрессивный Билд Агрессивная Сборка От Фобоса И Дальше Он Докупает Себе Что ПТ ПТ Будет Покупать В Смоуке Выходит Фнатики Или Дан Все Это Дело Видит Понимаю То Что Со Своим Гангом Они Опоздали Вот Приходят Игроки Спирит Будут Готовы Ломать Мишку Здесь Сейчас Ну Энви Как мы Понимаем Тут Не Боец Совершенно Рассчитывают На То Что За счет Вайпера Можно Там Подэфать Как То Поплеваться Ядом Бивер Убивает Дидже Здесь Вместе С Пугной Удается Пошла Пошла Игра А все Что Нужно Было Сделать Это Пикнуть Скаймага Ну В принципе Да Забрали Еще Букну Правда Несколько Более Агрессивный Герой Еще Более Агрессивный Герой Чем Лину И Угода Великолепно Получается Бодаркан Руна Идет Вниз 6000 Преимущество На 12 Кто Бо мог Подумать После Первой Игры Ну Совершенно Очевидно Что В первой Игре Какую-то Не ту Стратегию Выбрали И сами Не знали Как Действовать Но Во второй Нашли Ключи И к игре Фнатик И к собственной Игре Что самое Главное Забирают Вышку Гот Получает Ластхит Делает Аганим Сразу же Сразу же Аганим Да Пугну здесь Практически Нечем Останавливать Разве что Ультимейтам Юниверса Но Ультимейт Юниверса Хочется Все-таки Дать И Сларка И Ну Вакс Это Наверное Не хочется Если Ну Ну Да То есть Как бы Если Ты в Годы Кидаешь Дум То Тебя Режет Сларк Если Ты Кидаешь Сларка То Тебя Бластами Убивает Пугна Выбор Тут Надо И с Одним И с Другим Героем Сразу Разбираться Одного С Аксом Пытается Убить Пайладай Пайладай Успел Правда Среагировать Дал Найтмар Но Это Не Спасает Его От Фатального Удара Топором По черепу И Вот Что Такое Пугна В этом Патче Пугна В этом Патче Это Очень Много Маны Самый Большой Прирост Характеристики 4.5 За Уровень И Мана Даже Вот С такими Артефактами Она Чуть На Этот Реген На Количество Бластов Которое Выдал Год Уже На Данный Момент 1700 У него Монопул Бласт Стоит 145 Год Балуется Не успел Правда Еще один Бласт Победить Ну Здесь Очень Удобно С Ченом Играть Ты Потратил Весь Свой Стэк Маны И Улетел На Базу Восстановился Из Телепорта Вернулся На Тир 1 Вышку Из-за того Что Спирит Лайнинг Свой Выиграли Ну То есть Они Выиграли Мид Выиграли Сложную На Легкой У них Было Плюс Минус Все Не Очень Хорошо Даже Сейчас Мы Видим После того Как Спирит Лидирует На 7000 Золота Дум Опережает Сларка По Деньгам Но Два Других Выигранных Лайна Позволяют Спирит Сохранить Тир 1 Вышки И И И Телепортация Чена И Постоянной Выдачей Скиллов Каких-то Тратишь Ману Забираешь Крипов Быстро Все Фармишь Толкаешь Лайны Не Выпускаешь Соперника Ломаешь Вышки Телепортируешь С тем На базу Восстанавливаешься Повторяешь По Прежнему Давят Нижнюю Линию Здесь Чен Не Отпускают А сверху Уже Начинают Подпушивать Но Нужно Быть Аккуратнее Все-таки Пугна Скаймак Рядом И Для ДК Могут быть Проблемы Да Бэйн Отступает Очень много Урона Залетает Как же Больно Драгон Найто Его забирает Гот Это еще Один фраг Тем временем Подцепили Бэйна Акс уже Здесь Вешает Четвертый Баттлхангер Пайлайдай Может Не уйти Да Берсеркер Кол Бласт И Зарубил Красиво Это еще Минус 2 8000 Преимущество Чекают Баунти Руны Снизу Выходит Энви Энви думает Что вот он Момент Когда можно Пофармить Но ему Уже летит Сетка Первая Спеллчена Паунс И его забирают Еще и Голевым Так аккуратненько Подзбил Телепорт Домой Диджей Выходит Что будет делать Диджей Раскастовывает Эпицентр Нечем сбить ФНГ Телепорт ФНГ Уходит Красота Дум пожадничал Свой ультимейт Убивают Двух крипов Третий крип Спасается Это все Что смогли Забрать 9000 преимущества Нету Эпицентра Сверху Подходит Акс Подходит Бивер Но где же Пугна Пугна Забавный факт У Фнатик Три фрага И все три фрага Сделал Юниверс То есть у них Вообще Ни одного Асиста Я так понимаю Нет Есть два Асиста Сункинга И у Бейна Все таки Юниверс Не в соло Делал эти фраги Но статистика Все равно Забавная Три пятнадцать Дум Да И Больше Ни одного Фрага нет Ни у керри Ни у мидера Ни у саппортов И камбэк потенциал Этого пика Значительно ниже Здесь вообще Ни о каком Потенциале Камбэка Не идет речь Потому что Сларк Это очень жесткий керри С которым Справляться Здесь Ну практически Всем придется Всем что есть А с такими Артефактами Учитывая что Сларк опережает на тысячу ДК Уже почти догоняет Дума А над Думом Акс восемь тысяч И Пугна восемь тысяч Почти с агонимом Не торопятся Спириты Они захватили контроль На карте Они перефармливают На десять тысяч Спешить некуда Ну аккуратненько Можно подходить Забирать ТВРа И вот сейчас Смок атака Для Фнатик Важнейший момент Если сейчас Они забирают Важного Сочного Коргероя Ну или хотя бы Парочку Хотя бы парочку Хотя бы героя Или желательно парочку Вот так вот Правильнее будет сказать То тогда они Могут рассчитывать На камбэк Но мы видим Что они идут Вообще не туда Совсем И уже в смоках Сами спириты На центральной линии Ждут Универс Ну не попадал Фобус здесь Переоценил Свои возможности На нижней линии Подходит Гот Ставит Незервард Кастует Бласт Дает Вэлл В дискорд И потихоньку Помаленьку Вышка Уже потеряла Половину хп При том что На центральной линии Вышка Также падает Сларк Здесь Занимается Ну и только Сверху Сплитпушит Сенкинг Это единственная Польза Сдан Сенкинг Залетает В пугну Слишком плотный Есть аганим Маны маловато Акс Прыгает Тут же Ультимейт Скайросмейджа Слишком много урона Дум Тут же Лопается Сенкинг Залетел С прокастом Но убить Ни у кого Не удается Вайпер Пытается Расстрелять Элидан Элидан Отправляют На базу Нет Элидан Погибает Но Драгонайт Вынужден Байбекаться Пугна Продолжает Высасывать Еще неплохо В бой Да Они выбили Несколько Байбеков Но Все равно Бараки Не сломали Наверное Это было Лишним В целом Ситуация На карте Не поменялась Там Кстати На ошране Телепортировался Энви Энви Кстати Не готов Отпускать Не готов Отпускать Игроков Спирит Конечно же И Бивер Спрятался Пытается Дождаться Своей Телепортации Но Нет Не получилось Зато ФНГ Остается ФНГ Остается Здесь Хотя У него Не так Много Мана Так Энви Загулял Энви И вот Он Выходит Чен И вот Минус Энви Монстер Килл Для Фобоса 8-0 И Возвращаются К линии Здесь Уже Нет Тир-3 Ну Неужели Хотят Прям Сразу Бараки На 20-й Минуте Сломать Да Судя По всему Так И Есть Ну Почему Нет Нет Форума ДК Нет Эпицентра Сейчас Какое-то Время У игроков Кнатик Значит Можно Зайти Покидать Бласты Ну Как минимум Оранжевый Барак Тушь Точно Смотрим В спину В спину Заходят Ай-яй О Увидели Увидели Спалили Крипы Очень удачно Вышли Прыгает Акс Не успевает Заколить Но Драгонайт Лопается Дум В пугну Ну Пугну Отправляют На базу Все Это Конечное Это минус Дум Остается Бэйн Ну и Бэйн Тоже не должен Никуда уходить Это минус Бэйн Приходит Энви Его поджигают Бэйн Байбэк Этс Энви Ну это уже Какая-то Агония 20 минут Ну кажется Легчайшая Бараки Падают Я не знаю Почему еще Не написали Фнатик Гудгейм Но Такое Отставание Отыграть На такой минуте Против Такого Пика Который Сейчас пойдет Ломать Дальше и Дальше В принципе Практически Любым Пиком Нереально Отыграться В такой Ситуации При тех Нетворсах Которые Есть у Фнатик Бывают разные Ситуации Бывает Ты на 20 минуте Теряешь Линию Но Все это Время У тебя Сплитпушил Какой-нибудь Фантом Лансер У которого Там ПТ Диффуза И Допустим Манта Уже Там На 20 Который Очень Много Нафармил Там Фраги Какие-то Стрики Сорвал Тогда Еще Можно Поиграть Но У Фнатик Такие Герои Которые Не Способны Фармить Быстро Они Даже Если Отобьются Сейчас Чисто Теоретически Они Не Могут За То Время Которые Перегруппировываются Спирит Набрать Какой-то Жир Какие-то Артефакты Какие-то Лула Просто Три Катапульты Стоит Расстреливает Вышку Три Катапульты Бласты Она Им Закончится И вторая Карта Да И судя по всему Так и есть Потому что После эпицентра Отбиваться Оказывается Нечем Бэйн Горит От Батлхангера Догорает Фобос Бьен Гудлайк 12.03 Настилил Кучу фрагов Гудгейм 21 минута 37 секунд Именно Столько Времени Понадобилось Но Фнатики Могли Написать Гораздо Раньше Вот это Давление Да Кажется Спириты Поняли Поняли Что и как Нужно делать Против этой Команда Агрессию Такую вот Прямо Ультимативную Вообще Фнатики Не переносит У них Аллергия 5.25 Вот просто Смотрим На прошлую Игру Здесь 36.13 За 40 Минут 5.22 21 Минута 45 Секунд Ну и Треть